Всем привет, я уже очень давно хотел снять это видео, но все время не доходили руки, все время не доходили. Значит я заказал игровой набор от компании GameSeer, это набор для игры в шутеры, как на мобильных устройствах, так и на компьютере. В этой клавиатуре встроен ремаппер, то есть вы можете подключать к мобильным телефонам на Android, на iOS, играть в шутеры, настраивать все и рубиться. В плане Android устройств там выбор огромный, то есть вам достаточно установить игру и с помощью встроенного ремаппера настроить. Но в случае iOS там уже есть некоторые ограничения, к сожалению, можно играть только в определенные игры, но PUBG тоже к ним относится. Сегодня хочу распаковать этот набор, познакомиться с ним, немного поиграть. Честно говоря, до этого у меня не было механических клавиатур, поэтому сегодня я или буду очень сильно разочарован, или очень сильно впечатлен. Ну посмотрим, насколько тут классное качество и насколько они умеют делать игровые мышки. Но, честно говоря, вы видите, упаковка очень сильно помялась, потому что оно было просто запаковано в пленке. Все, больше ничего не было. Это было ужасно. Ладно, давайте распаковывать все это дело. Так, есть. Как-то так неудачно здесь сделали эту наклейку. Есть, да? Нет, нет, они под... Нет, есть. Отлично. Мышка это неинтересно. Интересно это клавиатура. Всегда интересно. Так. Ну, в коробке ничего нету больше. Коробку можно убрать. Как я люблю такие упаковки. Это жесть. Как будто, знаете, я заказал не клавиатуру, а какую-то аниме-фигурку с Алиэкспресс. То есть она так упакована. Там у меня был обзор аниме-фигурки с Алиэкспресс. Когда-то можете посмотреть. Так, ладно. Инструкция, кабель. Кабель... Та ё-моё, как она громко падает. Кабель Type-C внезапно. То есть клавиатуру можно подключать не только по Bluetooth, но и по проводу. Клавиатура довольно-таки увесистая. По столу она не скользит. Я тут трясу всё вместе со штативом, с камерой. Ну, по нажатиям... По нажатиям это механика, что ли, такая? Я покупал самый дорогой вариант с красными этими. Ну, вроде красненькие, да? Черри. Черри что-то там. Так. Ну, честно говоря, я не впечатлён. То есть совсем не впечатлён. Оно прикольно реально, но я не чувствую разницы между... По нажатию. Между обычной клавиатурой. То есть бывают обычные мембранные игровые клавиатуры, они неплохие. А тут как-то всё довольно-таки... Ну, тоже Red. Везде красные эти кнопочки. Всё это дело снимается. Можно в случае чего снять, поотмывать. Так, сменных кнопок нету. Кнопки Vast, Vast, они у нас немного шероховаты. Это круто, это прикольно. Ладно, всё, пока пусть лежит всё это дело. Мышка. Вот мне всегда было интересно, насколько GameSir они довольно-таки долго выпускают геймпады. У них они бывают, ну, такие средненькие, да? Или клёвые, или средненькие. Насколько у них получится сделать мышку. Как-то всё очень плохо упаковано, честно говоря. Так, мышка. Мышка для некрупной руки, скажем так. Совсем для некрупной руки. Она маленькая. Я давно, видимо, не пользовался игровыми мышками. Я просто привык, у меня вот MX Master, на Витика, на него руку положил и кайфуешь. Но это не игровая мышь, это просто офисная, для работы довольно-таки удобно. А это какая-то маловатая. У меня были Razer, у меня были игровые Logitech, но как-то она, мне кажется, сильно маленькая. И не очень тяжёлая. Но в целом нормально, но могло быть и лучше. Края, они никак, это не резина, это рельефный пластик получается. То есть, с одной стороны, это круто, потому что оно не облезет, а с другой стороны, нету такого чувства в руке приятного, да? То есть, когда вы долго играете, мне кажется, что пластик это последнее, что вы хотите, чтобы тут было. Когда резиновое здесь покрытие или какой-нибудь софт-тач, то это намного лучше. Кнопки, кнопка, 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 колёсико нажимается. Колёсико, кстати, довольно-таки неплохо сделано, мне нравится. Оно прорезиненное и такое очень не скользкое. Ну, в том плане, что вы его чувствуете, оно не проскальзывает и довольно-таки круто. Ладно, давайте подключим быстренько нашу мышку к клавиатуре. У нас будет прям игровой такой сет. Кстати, смех смехом, я думал, у меня были такие мысли, а на кой хрен покупать клавиатуру с механикой, с этими red-свичами, да, для того, чтобы играть на мобильном телефоне. Потому что сигнал идёт по Bluetooth. Какой толк вообще в этом? Ну, беспонтово, мне кажется. С другой стороны, если играть на компьютере, то всё отлично. Переключаем в режим мобильного телефона и переключаем в режим включения. В чём проблема? Ха-ха-ха. Оно у нас, ой, как туго переключается. Сначала думал, что кнопка сломана. Очень туго переключается. Переключилось, значит, у нас заряд чуть больше половины сейчас. Вы можете увидеть тут индикаторы заряда. Так, и сейчас пытается по Wi-Fi подключиться. Беспроводной connect, точнее, не Wi-Fi, а беспроводной connect. Ну, в целом, в целом прикольненько. Так, у меня есть игровой мобильный телефон. На самом деле он не игровой, это просто мобильный телефон. Давайте откроем приложение GameSir. Я его тут уже вроде как устанавливал, но у меня должно было быть, потому что я тестировал с этим телефоном геймпад. Некоторое время поиграл довольно-таки неплохо. Это Xiaomi Mi A2 Lite. Бюджетный, ну, так, дорогой бюджетный смартфон от компании Xiaomi. Новинка. Я всё никак не могу снять о нём обзор, потому что телефон довольно-таки интересный, но вот обзор я снять не могу, потому что не хочется с ним расставаться. Чёрт побери, он мне очень понравился. Хотя я его вначале критиковал. Где приложение GameSir? Вот оно, есть. Кстати, обратил внимание, что тут очень красивая подсветка. Не знаю, вам видно её или нет. То есть, бренд GameSir подсвечивается. Тут всё по бокам подсвечивается. Это очень красиво. Так, ну что, давайте подключать геймпад. Ищет геймпад сейчас. Выключим, включим. И давай ищем геймпад. Нажимаем геймпад. Геймпад тест. Будет работать геймпад тест. Круто. Мышка у нас уже работает сходу. Колёсико работает. Вау, появилась мышка. А что-то у меня все кнопки. А, это типа я понял. Когда вы нажимаете какую-то кнопку, это всё. Я разобрался. Так, значит, клавиатура работает. Всё дело работает. Давайте нажмём назад. Выйдем отсюда. И поиграем в PUBG. Ой, в PUBG. Так, ну вроде бы у нас тут всё уже автоматом настроилось. Да, мне кажется. Всё подхватило, все настроечки. Так что давайте играть. У нас не срабатывает прицеливание. У нас сейчас не срабатывает пробел. У нас не срабатывает кнопка Z. И у нас не срабатывает... У нас не срабатывают кнопки, которые находятся вот тут. Вот по этой части. Я так смотрю, да. Итак, в начале видео была маленькая такая неприятная проблема. Не нажимались кнопки, значит, правый клик мыши, пробел и кнопка Z. А дело в том, что из-за того, что в телефоне появляется такая виртуальная панелька с кнопками назад, всех приложений и прочее, значит, если эти кнопки виртуальные накладываются на эту панельку, то они не срабатывают. Поэтому было принято решение это дело всё передвинуть. Немного сюда. Сохраним нашу конфигурацию. Всё, сохранили, чтобы ничего не пропало. И закрываем теперь. Как вы видите, прицеливание работает. Прыжок работает. И ползок тоже работает. Ну всё, ладно, давайте поиграем теперь в матче. Посмотрим, насколько это всё удобно. Насколько тут круто играть. Ну, пока впечатление довольно-таки положительное. То есть я взял телефон, ничего особо не настраивал. Немножко передвинул кнопки из-за того, что была проблема. И, собственно, теперь всё отлично и всё окей. Ну, прицеливание, конечно, чёткое. Мне нравится мышкой прицеливаться, как на компе. До этого у меня был геймпад G5. С ним тоже довольно-таки удобно играть в шутеры. Очень понравилось. Но именно вот с этим набором это просто бомба. Причём они наконец-то сделали более-менее нормальную поддержку. То есть намного легче стало, честно говоря. Вникать особо не нужно было в настройку. То есть всё готово. И это круто. Где? Кого бы убить? Кого убить? Это самый-самый печальный момент. Как что нельзя никого убить. Никого не видно. Мои друзья стреляют. А говнюки мешают мне доминировать. Блин, автоприцеливание немного мешает, конечно. Что я вам хочу сказать. Для первой игры впечатление просто очень положительное, очень позитивное. Блин, набор прикольный. Именно реально приятно играть. Конечно, я не оценил этого качества Red Switch'ей, или как они там правильно называются, Cherry, MX Cherry. Но, блин, на мобильном приложении, по-моему, на какой-то там мегаотзыв рассчитывать не стоит. Надо будет на ПК проверить, насколько оно круто. Но я думаю, это будет для второго и третьего обзора этой фигни. Типа, опыт использования и прочее. Но, во-первых, впечатление очень-очень положительное. Играть удобно, играть комфортно. И реально вы получаете от игры удовольствие. Единственное, оказалось, что всё же нужно немножко корректировать настройки. Потому что не нажимались у меня боковые кнопки, были ещё какие-то проблемы с настройками. Но, в целом, в целом, просто вообще обалденно. Очень годная штука. Как видите, вот аптечка у нас сдвинута, ещё что-то сдвинуто. То есть, есть некоторые кнопки, которые нужно ещё всё-таки руками откорректировать, сесть, нормально настроить, чтобы уже получать от игры удовольствие. Но и уже, в принципе, тоже всё довольно-таки неплохо. Да, так вот, о чём я. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры, которые будут немного потом. Ну, а пока всем... Пока. Где этот третий? Офигеть. Вот это, я понимаю, движ. Офигеть. Просто офигеть. Реально офигенно. То есть, я могу выбрать мышку, открыть инвентарь, посмотреть, что у нас тут есть. Вот X6 прицел. Если есть, поставить X6 прицел сюда, например. Супер. Просто супер. Пламя-гаситель. Всё вообще обалденно. И убрать мышку. Ой, это не очень хорошее решение, реально, ребятки. Ну, всё, приехали. Ну. Супер. Сейчас. Супер. Супер. И... Сау. ... бэнк бэнк блин вот такие вот дела от игры получил реально массу удовольствия гаджеты реально прикольные если вам понравилось видео то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить другие распаковки обзоры которые будут немного потом но это все будет немного потом ну а пока всем пока и и и и Продолжение следует...